Приветствую вас, Кира. Давайте разберём. Вопрос ваш. Значит, я впечатлительный, сейчас переживаю, очень-очень хочется поплакать. Ну, что вы имеете в виду, говоря, что вам очень хочется поплакать. Я, честно говоря, не понимаю, потому что, ну, на мой взгляд, то, что вы говорите, можно рассматривать, расценивать немножечко по-разному. Вот. То есть, можно рассматривать то, что вам хочется поплакать, как... Хочется поплакать из-за чего-то, что вас как-то вот, ну, не знаю, расстроило, да, может быть, вот. А можно рассматривать, хочется поплакать, как такое вот, что-то постоянное, да? Вот. И если это вот второй вариант, что постоянное что-то, то это немножко другое. Вот. А чувствительность и впечатлительность может быть связана с тем, что вот мы называем, в принципе, принимать близко к сердцу. То есть, когда вы слишком близко к сердцу принимаете какие-то вещи. Вот. Ну, вас легко задеть достаточно. Вот. Понимаете? Какая штука. И это может быть проблемой. Вот. То есть, что у вас можно достаточно легко задеть. Если вас легко задеть. Опять же. Дальше. Причина эмоциональности может быть связана с тем, что вы не прожили. Когда-то свои чувства. Вот. Из-за этого может быть такая не очень приятная ситуация, что вот случайно, как кажется совершенно случайный промежуток времени вас могут накрывать чувства. Вот. Вот. Это, ну, это действительно, вот, может быть проблемой. Потому что, ну, особенно если, вот, вам не пережили, то вам не пережили какие-то чувства до конца, например. Вот. Это, конечно, может быть, проблемы для вас. Вот. А дальше. Вы пишите о том, что раньше вы могли, значит, поплакать. Сейчас вы, вы... поплакать не можете. Поплакать не можете. И... Я думаю, что это надо бы поисследовать. Вот. Что произошло. Что раньше вы могли поплакать. Теперь вы не можете это сделать. Вот. То есть, что конкретно поменялось. Что произошло в вашей жизни? Что случилось в вашей жизни? Таком, что ситуация изменилась. Стало... Стало... Стало другой немножко, да? Вот. Ну, опять же, без... Без монотизма, конечно. Вот. Спокойно. 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 Но... поисследовать нужно. Ибо момент важный. Для вас. Момент важный. Вот. А... Дальше идём. Недавно мне кажется, что причина в моей червовке на червове что-то не так. А вы... Вы считаете... Вы считаете, как что... Ну, вот, вы считаете, что... А червовь это... Плохо в данном случае или как? Как вы... Как вы... Вот, сами... Думаете? Как вы сами полагаете? А... Как... Как вы... Сами... Считаете... Чертвость это... Плохо? Как вы... Относитесь... К... Чертвость... Сами... Себе? Ну, вот. Это... Это важно, потому что... А... Если... Если, например, вы себя... А... Обвиняете за... Допустим... А... Ну... То, что вы... Чертво, да? Чтобы... А... Это может быть корень проблем. Вашей. Вот. Необязательно, конечно. Но... Может быть... Корень проблем. А... Ух... Ух ты. Дальше. А... Я очень спокойный... А... Не конфликтный человек. Но сейчас не терплю споры. И... Кректика пытается меня вывести. Я или дико злюсь, или не хочу слушать. Появляется чувство усталости. Ну... А... Здесь... А... Важно понимать, конечно... Всю... Историю... Вашу... Потому что... А... Ситуации разные бывают. А... Вот... Проблематика. Разные... Разные бывают. И... А... Какая именно... А... Какая именно... Ау... У... У... Вас... Ситуация? не совсем понятно, а гадать, сами понимаете, наверное, было бы не очень хорошо, не очень здорово и не очень правильно. Поэтому нужно смотреть на то, как развивались ваши отношения в целом. Как ваши отношения с другими людьми остановились, ставились и так далее. Вполне вероятно, что опять же у вас что-то произошло такое вот серьезное достаточно, что вы, значит, так вот стали реагировать на все. Дальше, грунт, еду в последний перепадное настроение, могу быть что-то не сделал, радостно обжать с людьми, через пару часов смотреть телефон и игнорировать окружающих. Ну, опять же, здесь все довольно такие, как бы сказать, косвенные, косвенные признаки проблемы. То есть вы косвенно описываете, вот, проблематику, именно косвенно. Прямо, прямо описать проблему вы не описываете проблему, прямо из чего. То есть, эх, как у вас это происходило. Вот, ну, я не говорю, что вы, конечно, должны это делать, но, эээ, не скрою, ээ, желательно, чтобы вы, эээ, на это обратили внимание. Потому что, эээ, это главное. Понимаете? Вот. То есть вы всегда были эмоциональны, и такое ощущение, да, что это усиливалось, 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 вот. И со временем это вот выросло в то, что происходит сейчас. Опасно понимать, эээ, природу вашу эмоциональность. Может быть, эээ, психика, эээ, ваша, я имею ввиду, психика, эээ, вас, эээ, просто защищают. Такое, такое тоже может быть. Эээ, вот. Но, это, эээ, сейчас не совсем. Опять же, понятно. Так, значит, причин, как мы победили, найти не могу. Сильно беспокоить что-то может быть расстройство. Заранее спасибо за ответ. Ну, что я здесь могу вам сказать. Вы боитесь, если я правильно понял, сойти с ума. Могу сказать, что у таких вот страхов, точнее у такого страха есть причины свои, есть свои основания. То есть вы почему-то боитесь с ума с ума. Ну, тут нужно деликатно, грамотно подойти к процессу. Вот. И разобраться в ситуации досконально. Вот. Потому что сейчас то, что мы можем это только гадать на кофейной гусе, что, ну, что происходит у вас. Что может быть у вас. Какая может быть проблема у вас. И так далее. То есть мне кажется, что вы, ну, до стены больше. Мне кажется, что вы до стены того, чтобы ситуацию рассматривать как-то более индивидуально. Вот. И, соответственно, ответ вам тоже задать на ваш вопрос пока что нельзя, потому что... потому что не ясен предмет. Ясен, не ясен предмет. Предмет вашего вопроса. Вот. То есть вы изобнос свой, по сути, не задаёте. Понимаете? Вот. Год назад... И что-то произошло. Это первое. Эм... Почему вам обязательно нужно поплакать? Это второе. То есть, эм... Ну... Вы... Вы как будто бы... Ну, знаете в том, чтобы поплакать. Но вопрос заключается в том, для чего. Вот. В принципе. То, что я мог бы вам сказать. Наверное. Вот. На этом всё. На этом всё. В принципе. Я надеюсь, что он помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.